Привет! Пришли новые посылки. Распаковываем и проверяем. Все вы помните, недавно прислали мне вот такую аппаратуру. Просенькая, легенькая. Триммеры есть, выключатель, двойные расходы и есть третий канал. Как он выполнен, я не знаю. Вот сейчас хочется мне это проверить. Но мне она пришла без приемника. Приемник утопили. Я заказал вот такой приемник. Аппаратура ТТХ-300 и к ней подходит два вида приемников. До конца особо я не разобрался. Вот две модели. Но посмотрим значит. Индикатор связи. Кнопочка похожа. Линк. Канал для бинда. На аппаратуре кнопки бинда нет. Не знаю как она должна забиндиться с ней. Ну посмотрим. Может быть автоматом. Сейчас включим и проверим. Четыре пальчика батарейки. Вставляем, подключаем в систему и проверяем. Так, смотрим значит. По поводу бинда. Не нужна перемычка. Значит, что мы делаем? Я вам сейчас расскажу. Ну, я уже забиндил. Включаем приемник. Включаем аппаратуру. Вот. И включаем и выключаем ее до тех пор, пока не загорится кнопка. Она вначале просто мигнет и потухнет. Вот. И мы включаем там инструкции на английском. Но, как говорится, можно немножко разобраться там. Грубо говоря, там включил-выключил, пока не загорится. Вот. И все. В принципе, сервы у меня не подключены. А мотор уже работает. Ладно. И все. Все работает. Выключаем. Все. Инструкцию в мусор. Разобрались. Так, поехали дальше. Пришли, наконец-то оставшиеся ходовые огни. Видите, сколько много там СМД-диодов. Но не получится. Шести вольт мало. Аккумуляторов я больше с собой не взял. Вот такие вот. Дальше. Снова заказал несколько регуляторов оборотов на 20 ампер. Чтобы, ну, как говорится, чтобы были, можно использовать их на лебедке. На шестнадцатом масштабе вообще можно на них ездить. Вот. Вот такие регуляторы оборотов. Дальше. А, вот такие чашечки уже у меня были. Это я вам рассказывал уже. Чтобы можно было поставить где-то косточку. Вот. Ну, грубо говоря, от коробки или от мотора к раздатке. Ну, и так вот зафиксировать, чтобы расстояние было разное. Потому что вот эту тягу, косточку, самому можно изготовить без проблем. И можно делать любой длины. Так как она фиксирована, я думаю, что будет работать. Так. Вот эти штучки. У меня уже где-то две были. Вот мне еще два приехали. Я их четыре заказывал. В разницу, наверное, в две недели они пришли. Я заказывал в один день. Ну, разом. Так. Дальше. И последний что-то мешочек. Так. Смотрите. Это пришел последний блок на сверх. Здесь тоже на два выхода. Как и вот в этом. Но плата побольше. И посмотрим, как она будет работать. В следующем видео я вам покажу наглядно все три варианта. Заодно и проверю вот этот. Как они работают. Уже, как говорится, мнение о них есть. Какой лучше решится уже вот буквально скоро. Решится при тесте всех трех. Ну, все. Посылочки разобрали. О, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Еще одна посылочка. Я ее убрал со стола. Что-то они мясо насыпали. Гляньте, каких-то кругляшков меня насыпали. Не знаю для чего. Вот такая вот резина. Копия Максуса на Аксиале, которые стояли. Ну, в принципе, тоже мягкая. Мне вот эта резина очень нравилась. Я на ней, в принципе, долго ездил. Она и зимой, и летом хорошо цепляется. Не знаю, как вот эта китайская, конечно, себя поведет. Но вариантов у меня нет. Я порвал одно колесо. Вот. Поэтому я решил заказать комплект. Заказывал 11.11. Отправили 14. Грубо говоря, сегодня 11. Получается, с даты покупки месяц. И резина приехала. Вот. Так что будем сравнивать. Почему-то одна какая-то белая внутри, другая не белая. Но пакеты вроде одинаковые. Да нет, есть и тут дырминка. Вот. Поставлю ее. Наверное, поставлю ее полностью новую. А старая будет уже лежать теперь в запасе. Если вдруг порвется или что-то произойдет с ней. Проколется. Так. Ну все. В принципе разобрали. Подключили. Вот. Может быть кому-то будет что-то полезное. Не знаю. Может быть выложить отдельным видео по настройке. Потому что, по-моему, такого нет ни у кого. Всем пока. Так. Еще не указал пару позиций. Пришли мне разветвители. Y-образные провода. Взял вот такие коротенькие. В принципе у меня удлинителей много. Вот. А то бывает надо развести. Но поякивается не охота, скрутки. Это все. Вот такие вот проводочки взял. Взял вот такую вот компактную зарядочку. Чисто так, чтобы параллельно. Чтобы параллельно еще заряжать 2-3 баночные аккумуляторы. IMAX B3 Pro Compact. Только вилка почему-то американская. Хотя я писал то, что мне нужна наша. Ну. Напишу продавцу. Пускай компенсирует как-то. Вот. На этом, пожалуй, все. Сейчас будем использовать наши болтики по назначению. Будем собирать колеса. Горבה. Много приятного 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 по цветーヒongo. Взял? Пpicious. Вы таких